Как вы считаете, сколько галактик во Вселенной? Точное количество определит затруднительно, так как мы можем наблюдать только за малой частью Вселенной. И все же, по последним оценкам, предполагается наличие в ней около 200 миллиардов галактик, в каждую из которых входят сотни миллиардов звезд. Это настолько много, что нужна минута молчания. Галактики существуют в основном трех типов. Эллиптические, линзовидные и спиральные. А также имеются галактики и необычных форм. Самое удивительное это то, что галактики, двигаясь со скоростью около 2 миллионов километров в час, сохраняет свои индивидуальные формы. Что же их удерживает? Могут ли галактики со временем распадаться? Чтобы узнать ответ, нужно понять, как образовываются галактики. Конечно, формирование галактики это длительный и долгий процесс. И мы понимаем, что само наличие существования материи, то есть звездного вещества в виде туманностей, недостаточно для ее формирования. Нужен еще и галактический центр. Эту роль выполняет черные дыры. Сверхмассивные черные дыры, масса которых превышает миллион солнечных, находится в центрах больших галактик. И играет огромную роль в ее эволюции, удерживая оставшуюся часть звездной массы в виде зарождающейся галактики и формируя галактическую форму при помощи мощнейшей гравитации. К примеру, в молодых галактиках новые звезды зажигаются очень активно. Со временем эта активность спадает. В действительности, процесс звездообразования зависит от активности черной дыры в центре галактики. Проанализировав спектры ближайших к нам галактик, был установлен их возраст и скорость образования новых звезд. Сопоставив эти данные с массами черных дыр, находящихся в центрах галактик, были обнаружены различия, которые нельзя объяснить другими параметрами галактик, их размером, формой или особенностями вращения. В итоге, галактики с одинаковой общей массой, но с разной массой черных дыр развивались по-разному. В тех из них, в которых находились более массивные черные дыры, новые звезды рождались активнее и процесс звездообразования прекращался быстрее. Кроме этого, черные дыры притягивают пыль, газ и звезды из ближайших окрестностей. Из вещества, которое находится вблизи черной дыры, но еще не упало в нее, образуется аккреционный диск. В нем материя закручивается вокруг черной дыры, как воронки, и из-за трения разогревается, благодаря чему начинает ярко светиться во всем спектре. При взаимодействии материи аккреционного диска с черной дырой, давление излучения и влияние магнитного поля отбрасывают часть вещества далеко от черной дыры. Подобное наблюдали в галактике Айрос F23-128, находящейся от нас примерно в 600 миллионах световых лет. Здесь мы видим слияние двух галактик, и при этом сверхмассивные черные дыры, сливающиеся галактик, активно поглощают окружающую их материю, однако часть ее ими отбрасывается. Поэтому из центральных областей галактики выбрасываются по направлению к периферии огромное количество газа и пыли. Астрономам удалось установить, что внутри этих потоков есть немало молодых звезд, не старше десятков миллионов лет. А анализ их скоростей показал, что молодые светила от центра галактики с той же скоростью, что и окружающий их газ. Это означает, что они образовались из этих же потоков материи. Таким образом, впервые удалось показать, что сверхмассивные черные дыры в центрах галактик активно способствуют образованию новых звезд. Ранее гипотезы такого рода уже выдвигались, но проверить их наблюдениями не удавалось. Интересно и то, что от своего рождения звездной туманности, оставшейся от суперзвезды до квазара, галактика меняет свою форму относительно происходящих процессов вокруг и в самой галактике. Несомненно, этому способствует прежде всего активность черной дыры. Отсюда и огромное количество разновидностей и форм галактик. К тому же, долгие наблюдения показали, что чем дальше звездное вещество в галактике от галактического центра, тем медленнее вращается черная дыра, в особенности в эллиптических галактиках. А в линзовидных галактиках скорость вращения галактического центра набирает силу. Черная дыра начинает увеличивать скорость своего вращения, стабилизируя окружающую материю по оси вращения черной дыры. В спиральных же галактиках черная дыра имеет большую скорость вращения, чем у лептических или линзовидных галактик, и ось вращения черной дыры стабилизируется по галактическим рукавам. В спиральных галактиках с перемычкой скорость вращения черной дыры больше, чем у обычных спиральных. Ось вращения галактического центра стабильна оси перемычки. А пределом для галактической формы является квазар, где скорость вращения черной дыры достигает максимума, а окружающая материя вращается по оси галактического центра. Из этого можно сделать логический вывод, что силы гравитации черной дыры удерживают огромную массу всей галактики. Но, похоже, черная дыра действует не одна. У нее есть компаньон. Этот компаньон – темная материя. Еще в 1930 году астрофизик Фрид Цвики задался вопросом, почему галактики не распадаются, и высказал ответ, что собственная сила притяжения галактик достаточно мала для их формирования, и, естественно, существует большая сила, чем притяжение галактического ядра. Позднее он предположил другой вывод, основанный на первом и подтвержденный позже многими исследователями, что темная материя может существовать на основании скоростей в галактиках и в скоплениях галактик. С 2000 года, моделируя виртуальные галактики, стало ясно, что темная материя действительно существует и принимает участие в формировании галактик и их обретаемой формы, подобно каркасу или паутине, не позволяющей галактике в целом разлететься. Позднее телескоп Хаббл подтвердил это предположение визуально. Влияние темной материи на форму галактик бесспорно. Темная материя, как поверхностное натяжение в воронке воды, пособствует формированию формы галактики черной дырой, ее еще не изученными свойствами и силами темной материи. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, галактики не могут распадаться сами по себе, однако могут слабеть или другими словами проявлять малоактивности. В этот момент галактика постепенно будет притягиваться более крупной галактикой. Подобное нередко происходит во Вселенной. Когда-то это произошло и с нашей галактикой, примерно 9 миллиардов лет назад. В тот период неизвестная карликовая галактика была притянута к нашей галактике, Млечный Путь. В итоге, карликовая галактика не смогла сохраниться после этого столкновения и распалась. А ее звезды движутся вокруг нас по очень вытянутым орбитам до сих пор. Столкновение сыграло определяющую роль в ранней истории Млечного Пути и изменило структуру нашей галактики, приняв значительное участие в формировании как внутреннего вздутия, так и внешнего гала. К сведению, Млечный Путь в настоящее время испытывает очередное столкновение с галактикой Эндромедой. Как предполагает, случится это приблизительно через 4 миллиарда лет. Проявление этого столкновения будет происходить крайне медленно и могут быть вообще незамечены с Земли невооруженным глазом. Вероятность какого-либо непосредственного воздействия на Солнце и планеты очень мала. Но с другой стороны, не исключено, что во время столкновения Солнечная система силами гравитации будет целиком выброшена из новой галактики и станет странствующим межгалактическим объектом. Это не вызовет негативных последствий для нашей системы, если, конечно, не считать постепенное исчезновение красивого звездного неба. Но кто знает, будет ли кто-то живой на планете Земля наблюдать его исчезновение. Солнечная система Солнечная система Солнечная система Солнечная система Солнечная система